Всем всего самого доброго, светлого и чистого. Кто вам завидует, кто посылает негатив, кто желает вам провала. Это выявление негатива, и как всегда у меня, именно мои видео, они и очищают от того негатива, который можно выявить. Видео актуально тогда, когда вы его нашли. И здесь три колоды. Английская колода Артура, шведская колода Бауэр и еще вот такая совершенно древняя, историческая, правдивая, языческая колода. Приглашаю вас на расклад, получите помощь от моего видео. Это колода короля Артура, мои дорогие. Это колода спасителя. Король Артур проходит метафорично, конечно, потому что, сами понимаете, со времен Христа прошло более двух тысяч лет, но стал метафорой, стал словом. И король Артур в традиции английской – это как спаситель, вы как Христос. У нас тоже есть такие архетипы. И у нас здесь Пажезлов на дне у колоды. Пажезлов говорит о том, что вам нужно вернуть свою энергию. Вы себя потеряли. Ну, видно по этой карте, что нужно сделать расклад на тему, есть ли на вас негатив, кто посылает негатив, кто желает вашего провала, кто ваши враги. Конкретно давайте задавать вопросы. Я возьму три карты, вы можете загадать людей, которых вы подозреваете. А мы посмотрим, правда это или нет. Загадывайте людей, которых вы подозреваете в чем-то. Или обстоятельства. Вообще скажу, что мир, конечно, он очень негативный. Все мы приходим, четвертое, пятое измерение, все рухнуло, старый мир рухнул. Ну, слушайте, не я это придумала, да? Я беру только информацию с пространства. Банки рухнули, искусственный интеллект, понятие добра и зла рухнуло, все рухнуло. И поэтому мне важно, чтобы вы поняли, где вы сейчас находитесь, да? На какой стадии, можно сказать, в вашей жизни? Есть ли враги вокруг вас? От кого зависит ваше счастье дальнейшее или несчастье? Кто посылает негатив? Кто является препятствием? Кто блокирует? Потому что многие из нас сейчас и материально неустроены, и в отношениях всякое есть. По-всякому, да. Ну, провал чего-то, провал. Да, мы все когда-то имели провал, но здесь вот кто желает вашего провала? Или кто принял участие в вашем провале? Я три карты возьму. Если вы загадали от трех личностей, я вам скажу, или это правда, или это просто вы себя накрутили, да? Кто желает вашего провала? Пятерка Пентакли. Это человек или на работе, или какой-то друг, или человек, который спит и видит, когда у вас материально будут проблемы. Вот материально, когда у вас нет денег, ему хорошо или ей. А здесь именно негатив касательно финансы, деньги, работа, достаток, быт, устройство быта. Пятерка Пентакли. Такой человек спит и видит, когда у вас будет провал в финансах. И вы знаете кто это, да? Это правда. Кто есть. Вот этот средний человек или обстоятельства, десятка меча, ну это вообще, это очень, это лютый враг. Это очень большой враг, желает не просто вашего провала там в финансах или в работе, а он вообще посылает проклятие буквально, да? Может даже ходил к колдунам, десятка меча, ну всякое может быть. Есть люди, у них столько желчи, внутри столько яда, что для них пойти к колдуну – это как самолечение, потому что они сами не рады, что они так умеют ненавидеть, да? И для них пойти к колдуну – это не так, чтобы на вас наслать порчу, как самим вот что-то делать с этим ядом, который просто пронзает им сердце десятью мечами. Это здесь может быть кто-то ходил к колдуну, ну там свекровь, там кто-то из родных или близких и далеких. Может вот если две карты, то по работе кто-то это делал. Но это очень-очень злой человек, он есть в вашем окружении или же более глобально, вы знаете сами о чем я. Пятерка ЧАЖ. Две пятерки, кстати, да? Это третья личность, если вы загадали троих, или же если вы загадали одного, но в разные его ипостаси тоже может быть. И здесь, понимаете, Ланселот и Элейн, то есть она ждет, пока что-то сделает Ланселот. Такая карта ожидания, да? Но если по легендам короля Артура, если вы знаете о чем я. У меня есть другие видео, где я рассказываю легенды короля Артура. Пятерка ЧАЖ. Это когда страдания из-за разлуки. Вот вы ждете его, а он не идет. Я помню в молодости, когда у меня лично, я просто говорю свой пример для наглядности, например, у меня был период в жизни, когда за мной ухаживал первый парень на деревне, ну, в городе был первый парень. Ну, как он за мной ухаживал? Он очень хитро за мной ухаживал, он оказался страшным подлецом, но его испортили девочки, потому что он был очень красивый, самый красивый, самый крутой, можно сказать, да. Вот в далекие, начало 90-х, получается, 1981 год, это как? Начало 90-х, получается, или 80-х? 80-х, наверное, я не разбираюсь в этом. Я вам, как пример, здесь привожу, что вы ждете. Вот, знаете, я вначале его ждала все время, придет, не придет, думала, что я вот такая, ну, такая внешняя особо не отличаюсь, так, влюбленность такая была, а потом я поняла, хей, сейчас, дождешься. Ну, я еще та была ведунья, колдунья в 20 лет тоже, знаете. Вот, тогда уже мой талант проявлялся. Ну, а может быть, вы не сумели. Не знаю, может, предки вам не помогли, или же вас вот не хватило вот этой, знаете, силы внутренней, и вы до сих пор его ждете. Вы до сих пор ждете, пока он придет, вот, смилостивится, напишет, заблокировал вас, а вы ждете, ушел в другой, а вы ждете. Это карта ожидания. В ожидании есть очень много негатива. Нам нужно сказать, нет, нет такого человека на земле, который бы заставил меня ждать. Нет, я и сама никого ждать не заставляю, я прямо говорю всегда людям. А с тех пор я поняла, что очень плохие люди, те, кто заставляют ждать других, вот они не уважают других людей. И я, знаете, мне было 20 лет, в 81-м году, вы уже знаете, сколько мне сейчас, да. Но тогда я уже сказала, что негативная энергия в ожидании, во-первых, а во-вторых, ну, я свой пример для наглядности только привожу, поймите меня правильно. Но я уже тогда сказала, что я никогда не опущусь до того, чтобы ждали меня, чего-то от меня ждали, чтобы я давала людям такие, знаете, double messages, такие двойные послания, чтобы человек ждал чего-то от меня. Я прямо ему говорю, любому человеку, я вот такой и такой человек. Или взаимодействую со мной, или нет. Ну, конкретика такая. Да, вот я ещё тогда решила, что этот молодой человек, если он меня смотрит, привет, как ты там, наверное, у тебя уже пивной животик, да, и вся твоя прыть с тебя сошла. Ну, я к чему говорю, что это подло и низко заставляет другого человека себя ждать, это неуважение. И вы, наверное, ждёте кого-то, вы чувствуете, вы ещё не вошли в ту силу, когда вы для себя решите, что я не буду унижаться до такой степени, что кого-то ждать. Или ждёте работу, или ждёте наследство, да, или ждёте ещё что-то. Вот. И эти две пятёрки, они сложные карты. В нумерологии пятёрки, семёрки – это карты хорошие, в том смысле, что когда человеку неудобно, ну, ждать неудобно, или, например, пятёрка Пентакли безденежья неудобно, когда мы ждём, что нам выплаты будут, деньги будут, там кто-то нам даст что-то, да. А вот пятёрки, они говорят, что возьми это всё в свои руки, сдвинь это всё с мёртвой точки, и результат обязательно будет. А вот когда будешь ждать, что кто-то что-то для тебя сделает, так, скорее всего, он этим колдуном и окажется. Знаете, эти карты я всегда показываю так сверху, крупным очень планом, потому что они очень красивые, такие нежные, красивые. Но я очень хочу, чтобы мы с вами тоже с глазу на глаз встретились, понимаете, поговорили. Поэтому я здесь показываю так, скажите, дайте знать, или вам карты видно. Вот. Вот этот человек и вредит вам, этот человек и блокирует всё, этот человек вам и не нужен. Тот, о котором вы сейчас думаете, да. Вот этот человек хочет вашего провала. Или он безразличен. Знаете, безразличие можно обидеть ещё хуже, чем проклёнами. Я вам это сразу скажу. Вот. Вот этот человек или эти три человека хотят вашего провала. Что вам с этим делать? Карта шут. О, какой ответ. Ответ в моём стиле, в моём духе. А вы идите своей дорогой. Собак, собаки лает, караван идёт. Карта шут – это карта свободы. Свободы от того, что враги только тогда к нам могут притянуть эту ниточку поповины негативной, когда мы боимся их, или же когда у нас тоже есть негатив, да. Когда мы тоже кого-то там случайно или как-то не любим, и так далее. То есть шут из человека свободный. Совершенно свободный от врагов, предрассудков, убеждений. Потому что убеждения делают нас очень несвободными. Убеждениями пользуются манипуляторы. Глобального плана, если вы знаете, о чём я, или персонального. Шут – это очень хорошая карта. Она вам даёт рекомендацию, что делать с этими врагами. Ну, понимаете, на чужой роток не на всякий неж платок. Но если мы с вами будем идти своей дорогой и не давать силу врагу, это значит не ждать его, или же не бояться его. Знать, что если завидуют на деньги, значит, у нас есть какие-то таланты. Если нас заставляют ждать, нас просто не уважают. Здесь тоже нужно сказать, знаешь, что пошёл, не модный теперь. Такая песня, мне она очень понравилась, кстати. Эта исполнитель мне не очень нравится, но песня очень понравилась. Пока ты не модный, что-то такое. Очень классная песня, такая психотерапия, да. Но по десятке мяча, вот по этому третьему врагу, или вот этому центральному, ну, я говорила, если что, перегоните назад, послушайте. Здесь какой-то колдун. Но колдун тоже, он только… Вот отрезать эти ниточки можно только при помощи веры в то, что у нас у самих нет негатива, очищение себя. Ну, что колдун только тогда может сделать грязный ритуал, если он схватит вас за ваш негатив. Когда он найдёт, что у вас есть плохого у самой, и этим воспользуется. Так что, ну, чистите изнутри от негатива. Так, ну, вот с этой карты начался расклад. Вот как интересно, да. Да, это у нас Паш Жазлов. Здесь энергия Хара. Хар – это заяц. Да, Хер. Хар – это считается, если читать, не зная английского произношения. Вообще Хер. Хер – это, ну, заяц. Вот, и что же это за такая энергия заяца хочет к вам прорваться, чтобы, ну, сказать вам, как вам быть с этим всем? Вот. Это тотомное животное. Тотомное животное, которое соответствует тузу Жазлов, возврату своей силы. И в чём сила заяца, вы скажете? Заяц, он же такой трусливый, он всё время дрожит. Ну, он приходит на ум, это великая песенка психотерапевтическая, которую я когда-то и использовалась для себя. Когда мне было очень страшно в жизни, я пела «Косят зайцы траву, трынь траву на поляне». И от страха всё сильнее, но скорее песенку поют. Да, поём громко песенку. А нам всё равно, а нам всё равно, пусть боимся мы зайцы и совы. Ну, волка и совы. А нам всё равно, а нам всё равно. Что там, пусть волшебную или что-то там. Ну, вы знаете, косим трынь траву. Почему вдруг волшебная трынь трава, скажите, в этой песне? Какой-то психолог её написал. Но здесь энергия тотомная. Того, кто не боится. Но вот это и есть фул. На самом деле, фул — это, знаете, как пустая голова, что ли. Голова, в которой нет таких preconceived ideas. Голова, в которой нет ложных убеждений и ложной идентификации. Знаете, я моя, хата не моя. Я не я, хата не моя. Это такое понятие, что у меня нет понимания, кто я. Вот нет понимания, кто я. Я такой, как ветер свободный. Вот это шут. Я не я, хата не моя. Но мне это свойственно, мне это легко. У меня такая история сложная, которая меня сделала. Нет идентификации. И поэтому мне очень легко из пространства взять. От ветра. От природы. Я мальфарка, кто не знает. От ветра взять информацию. Потому что у меня нет идентификации. Я не знаю, кто я. Я ветер. Я свободна. Вот шут свободен. Я советую попробовать. Может, и вам тоже это понравится. Но почему зайцы, вот эти зайцы, что здесь тотемная энергия, косят эту трень-траву волшебную, вы мне спросите. Давайте спросим у карт. Потому что я знаю сама. Но то, что я знаю, я никогда... Кстати, я всегда держу это в секрете, если кто не знает. То, что я знаю, я держу всегда в секрете. Это не то, что нужно знать вам. А то, что карты показывают, то я вам говорю. Почему вдруг трень-трава? Почему волшебство именно в траве, а не в косе? А не в зайце, и не в волке, не в сове. Кстати, я тоже однажды сову испугалась. Мы шли по лесу. Я живу на опушке леса. И просто дерево было. Просто шли под деревом. В этот момент спорхнула сова. И она еще полярная сова. Огромная. И она просто так над головой... Я вначале у меня... Так, знаете... Потом... Вау, 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 вау. Да. Интересно. Anyways. Что это за волшебная трава? Вот вопросик, вопросик. Что это за волшебный лес, в котором вы живете? Почему там таинственно так все? Семерка чаш. Семь каких-то... Знаете, семь энергий имеется в этой волшебной траве, которую вы косите. А здесь question beast. Beast. Beast – это чудовище. Чудовище спрятано в этой волшебной траве. Чудовище, которое вы побеждаете. Чудовище о семи головах. Кстати, там же была у нас семерка, по-моему. Меча или жезла. Ну, не в этом дело. Но это есть в колоде, да? Такая семерка, жезла или меча. И что это за такие чудовища, которых вы побеждаете, спрятаны в этой волшебной траве? Ну, чудовище, наверное, своих страхов, своих самокритики, чудовище неуверенности в себе. Или чудовище, когда мы другим диктуем наши убеждения. Убеждения – это такое дело. Это очень плохо всегда. Человек должен быть свободен от убеждений. Вчерашние убеждения, сегодня ученые пошли дальше, это новое открытие сметает любые убеждения. В общем, каких-то семь чудовищ. То ли злой начальник, то ли злая свекровь, то ли дети, которые, в общем, подростки, портят жизнь. Или же ваш бывший, или еще кто-то. Что-то за семь чудовищ. Семь таких бист – это чудовище. Напишите в комментариях, интересно, как это у вас. Почему вы косите эту волшебную траву и убираете этих всех чудовищ из вашей жизни. Девятка меча. Да, вы побеждаете. Дьявола в себе. Дьявола у вас в других, более глобальных, профессиональных, бытовых ситуациях. Побеждаете вы это все дело, да? Девятка меча – это когда вам нужно действительно косить эту волшебную траву. И здесь такой корабль прекрасный. Это очень красивая карта. Сесть в эту лодочку и, знаете, плыть по жизни не напрягаясь. Да, но это каждый хочет. У всех получается часто. Враги этому препятствия. Десятка жезлов. Вот как неожиданно. Да, ну спаситель на лошади. Спаситель, который действительно... Да, спасение приходит. Скоро будет спасение. Вот по этой карте скоро будет спасение. И вот вы, зайцы, превратитесь там в того, кем вы хотите быть. Четверка. Четверка. Пентаклей – это финансовая свобода. Вот смотрите, пятерка Пентаклей у нас. Это вот это теперешнее безденежье. Но вы добьетесь финансовой свободы и стабильности. Это когда будет достаточно денег. На все. На все хватит денег. Это очень хорошо. Вы сейчас задумались. Вы какой-то план. Или, может быть, вы видите, какой-то план есть. Как там что-то купить, продать, добыть эти бумаги ценные на средства. В общем, какой-то план. Вот такие карты. Они, знаете, немножко такие сюрреалистичные, как будто бы видения. Вот такие очень нежные видения. И вау! Четверка Пентаклей и четверка Чаш. А четверка Чаш – это у вас появятся вот эти глаза, когда увидите возможность. Увидите возможность. Вообще иногда по четверке Пентаклей, я вам скажу, это новый любимый человек, которого даст судьба, или же вот даст преображение того, которого вы знаете. Да, интересно. А тройка Чаш – карта радости, карта счастья, благополучия. Ну, смотрите. Ну, кто они по сравнению с вами? Ну, мелкие сошки, да? Мелкие сошки. Это карта праздника. Победы, победы, счастья. Преображение, вот победы над какими-то внутренними или внешними демонами, вурдалаками и сущностями. Потрясающий расклад. Ну, пусть они там беснуются, желают вашего провала, а вы косите этих демонов, вурдалаков, сущностей и побеждаете. Вообще, этот расклад убирает негатив. Наверное, когда, может быть, вы отдыхаете, вы почувствовали в раскладе исцеление сразу. Как вы почувствуете? И дышать стало легко, как-то спокойно стало на душе. Значит, расклад уже сейчас начал с вами работать. Я же целитель. И у нас с вами семерка меча, да? Вот семерка меча говорит, что ну да, сейчас тяжело. Знаете, семерка меча – это вот как король Артур, который вынимал этот меч из камня. Это, знаете, по легенде, он семь лет, ну, там они выбирают предводителя рыцарей, и только тот может стать их предварителем, который сможет вынуть меч из камня. И вот эти все рыцари стояли вокруг этого короля Артура. Ну, не был еще королем, он был вообще подростком. И он семь раз, семь лет подряд вынимал этот меч из камня. А все, кто, ну, они смотрят, наблюдают, если он может вынуть меч, значит, предводитель. А они не видели этого. Вы понимаете, в чем дело? Глаза были закрыты. И они не видели, что он семь лет подряд вынимал этот меч из камня. И уже, наконец, там уже, ну, напоследок, уже в следующий год, когда они это увидели, тогда он стал их предводителем и стал спасителем. Вот как интересно повернуло все, да, вот так поворачивает. Краеугольный камень, который отвергли строители, является основным в фундаменте. Ну, вы знаете, что за камень краеугольный. Тут, знаете, намеки, да, метафоры, намеки. Что в вашем характере, вашей внешности является той изюминкой. Или же ваши таланты. Или же умение вести дом, хозяйство, умение жить красиво. Умение быть профессионалом на работе, чтобы карьерно состояться. Или вообще что-то другое, более глобального. Кто этот краеугольный камень, который все сдвинет с мертвой точки и все начнет улучшаться. Я знаю, что это будет, расклад это показал, а я вам желаю счастья. Кто меня не знает, я Лена, живу в Ванкувер, Канадок. Здесь моя студия для вас открыта. Я единственный, пожалуй, сейчас предсказатель вообще на русскоязычной платформе, которая по всему миру, кстати, идет, который говорит правду. Так что подписывайтесь, если не боитесь правды, хотите знать правду о вас, о вашей карьере, о деньгах, о новой банковой системе. Если вы поняли, о чем я, о новом измерении, новом мире. Если хотите знать всю чистую эту правду, чтобы жить в новом мире, потому что, чтобы жить в новом мире, нужно обжить его. Вы попали на правильный канал, потому что я вам чистую правду говорю. И желаю вам всего самого лучшего, как обычно. Увидимся. Пишите комментарии, все очень интересно. Ставьте лайк. Ну а кто подписан, тот родной на канале, естественно, это важно. Это для вас важно. Кстати, кто решит иногда послать донат, либо у меня на сайте, либо в виде суперспасибо, либо стать спонсором ваш выбор раз в месяц. Если вы решитесь, я от души благодарю, но не забывайте, вы все делаете чисто для себя. Это очень важно знать. До встречи. И позволит нам выявить врагов, а значит, избавиться от них, конечно. Это карты шведские. Энн Бауэр. Такие есть картины, и они очень эмоциональные. Они показывают внутренний мир человека. Итак, выявление того, что вам мешает, что желает вам провала. Выявление, может быть, врагов внутренних или внешних. Выявление того, что стоит стеной между вами и вашими целями. Почему такой прогноз вы спросите? Ну, потому что мне пишут очень часто люди, что у них ничего не получается в жизни. Вообще ничего. Что является причиной этому? Как это устранить? Задавайте свои вопросы моим картам. Карты говорят только правду. Я всегда конкретно говорю, и расклад всегда актуален в момент вашего просмотра. Итак, кто посылает негатив? Кто желает вам провала? Кто является препятствием? Или что? Не обязательно кто. Карты многие показывают личности, но тоже показывают, что именно, конкретно. Кто или что? Итак, смотрим. Четверка чаш. Туз меча и королева чаш. Карта умеренность. Да. Все ответы буквально в этих четырех картах. Во-первых, высшие силы видят вас как королева чаш. Это человек добрый, хороший, чувствительный. Чувствительный к негативу. Поэтому вы как бы все воспринимаете очень эмоционально, тонко. Это вы. Это вот фигура в старинной одежде. Не думайте. Ваши предки видят вас в старинной одежде. Это естественно. Но тоже вот эта другая фигура. Это та фигура кого-то, кто к вам приглядывается. К вам приглядывается. И именно здесь как-то вас... Знаете, это фигура какого-то высшего Я. Но может быть, это фигура и врага. Видите, вот это черное на голове. Черные мысли кого-то. Может, это черные мысли вашего внутреннего Я. Вот такого, который как бы посвящает вас в рыцаре. Но не путем того, что там меч, вот это все, не подумайте. А посвящает вас в рыцаре тем, что надевает вам на голову вот этот волшебный венок. Ромашковый такой венок, красивый. Вот. Перестройка мышления идет. Идет перестройка мышления. Здесь вы узнаете правду. И карта умеренность. Знаете, вот что-то над водой, а что-то под водой. Под водой подсознание, под водой того, что непонятно. Кто является врагом. Ну, вот эти эмоции лишние, ненужные. Кто является препятствием между тем, что вы делаете, и между тем, что высшие силы хотят вас защитить от какой-то мутной воды предателей. Мутной воды тех, кто истерично кричит, не знамо что. Да. И преследует какие-то, не знамо какие цели. Да. Это тот, кто завидует, кто желает вам провала, кто скрывается под этой мутной водой. Это может быть и дома кто-то, кто не договаривает. Подросток, который дверью хлопает. Это ваш партнер, который сидит постоянно в интернете. Что он там делает? Темная вода, кто желает вам провала. И две карты номерные. Номерные карты, они незначительные. Они показывают вот такие, знаете, мелочи жизни. Мелочи. А то замечаю. Видите, здесь интересно, вы такая фигура маленькая, какая-то темная такая дыра. Вот это безденежье или это непонимание вообще. Никто вас не понимает. И с другой стороны такой орел. Или что-то, коршун какой-то. Что-то за коршун или орел. Кто вас не понимает? Вы как бы жертву приносите, что ли, себя здесь. И по четверке чаш, знаете, задумались. Вы задумались, потому что действительно ваша жизнь в последнее время, она, ну, она сложная, прямо скажем. Она очень сложная. Очень сложная жизнь. Пятерка жезлов. Пятерка жезлов, знаете, вот как окружили враги в виде этих волков, которые вас окружили. Пятерка жезлов показывает, что вы истощили свою энергию на людей, которые у вас недостойны. Вот вы на них потратили свою энергию зря буквально. Потому что эти люди у вас недостойны. И тут чаш. Знаете, а здесь предатель даже. Вот один из этих предателей по пятерке жезлов, один из них — это человек, который, знаете, буквально который ближе всего к вам стоит то самый родной человек вот и он как раз и предал вас подставил и не выполнил обещание своего совершенно до сказал одно сделал другое заблокировал вас или ушел или вы его подозреваете в чем-то содеянным чем-то и он знаете говорит нет я тебе провала не желаю нет я ну ничего так на самом деле тут чаш это вы вкладывались него здесь такие какие-то демоны это вордалаки как баба яга в общем вот такие знаете это все народную энергию ну и саш правда все понимаете это правда что он вас не понял совершенно и использовал здесь у нас паш паш чаш это хлопоты хлопоты заботы хлопоты и вы здесь как пара даже если вот про отношения идет речь все по-разному смотрят мои дорогие все как пара такие маленькие какие такая фигура устрашающая вас фигура может предков или каких-то темных сил она буквально но не дает вам покоя ну все все знаете на этом уровне невидимый мир он же он влияет но он довольно довольно страшный этот невидимый мир там вот именно на картинах бауэр видны вот эти всякие вурдалаки которые но не подумайте там это все знаете низменная энергия они многого не может они только могут вот пугалки пугать да так оно и есть одиннадцатая карта карта справедливость эта карта вот знаете справедливо ли это конечно нет безусловно нет несправедливо но что с этим делать еще один паш да они это рыцарь это рыцарь чаш и те силы которые вас хотели либо поссорить с вашими домашними родными любимым человеком либо от большой зависти они блокировали просто блокировали то что вам нужно чего нужно достичь рыцарь чаш это в любом случае энергия сближения вы идете на сближение с тем человеком о котором вы сейчас думаете до встречи будет знаете родовой матери это угодность к интересная карта девятка чаш когда вот это вы да вот это вот такая огромная родовая мать которая состоит из энергии многих-многих тысяч женщин вашем роду но он что думаете она не знает она все видит она видит ваши слезы по ночам видит ваше отчаяние видит ваше плохое самочувствие она видит ваши страхи что касается будущего она видит все она видит что вы стараетесь и результата пока нет и девятка чаш вообще карта исполнения желания если так разобраться до по большому счету девятка чаш это когда желание исполняются до желание исполняются и здесь по карте луна это желание именно на личную жизнь и на значит бытовые такие всякие штуки луна всегда в астрологии это там где нам нужно для себя что-то сделать для себя что-то сделать и вы давно уже для себя ничего хорошего не делали давно уже давно забыли о себе о да это карта иерофант 5 старший аркан вы просто такой человек который в жертву себя принес да и все вы забыли о себе вы ужины для себя ни на что не надеетесь иерофант как раз об этом да да и девятая карта по старшему аркан уж 9 карта тоже отшельник да вот и здесь вы знаете у вас просто вот ведь какие-то свечи на голове да конечно вы как отшельник знаете вы как монахиня своего мужа монахиня своих детей монахиня своей семьи монахиня на работе потому что вас нагружают в общем как отшельник вы просто идете по дороге такая серая жизнь может отдушиной только является когда вы хоть можете вечером отдохнуть полчаса посмотреть видео до мое и и конечно вы страдаете двойка чаш это вселенная хочет чтобы вы знали что эта карта счастья в семье или в знакомстве с кем-то эта карта счастья двойка чаш это карта полного взаимопонимания с тем человеком о котором вы сейчас думаете полное взаимопонимание и встреча здесь встречи которые которые суждено быть рыцарь меча это встреча но которую не избежать и может быть такой человек сразу вам покажется или странными или агрессивными или непонятными ли слишком напористыми ли слишком красивым но эта встреча будет судьбоносная или здесь знаете для некоторых но я дам еще другой вариант здесь может быть что здесь была ссора здесь была ссора и недопонимание или же вы разъехались по понятным для вас причин или понятным для всех причин вы здесь разъехались но встреча будет когда будет встреча скоро будет встреча скоро вселенной так выгодно но по семерке меча конечно же это еще и борьба с такими витринами мельницами да когда человек который вас обидел например или не понял предал может быть в личной жизни или как-то более глобально профессионально это человек ну сам себя наказал вот потому что у него были иллюзии у него были из иллюзии он преследовал свои цели из в некоторых так проиграется но вас встреча будет еще будет разговор вообще подбойки чаш счастье будет конечно не взирая на врагов но я здесь вижу что кому-то выгодно вам помешать давайте я просуммирую кто желает вашего провала какие-то семь человек может быть да но у кого один кого два у кого три и до 7 враги давни внешние внутренние глобальные но они желают вашего провала вот спят и видят когда у вас будет все плохо но они конечно ну им обратка идет почему обратка потому что когда выходит карта аэрофант это есть обратка ну а будете ли вы счастливы по двойке чаш конечно невзирая ни на какие лица так что здесь все однозначно мои дорогие задавайте вопросы в комментариях рассказывайте о себе своей жизни о том что вас тревожит беспокоит вот я вам желаю всего самого лучшего и исполнения всех ваших желаний самых сокровенных такой расклад позволяет избавиться от негатива и найти свою дорогу счастья чтобы выйти на дорогу счастья нужно первое что сделать это не быть привязанным к негативу враги которые посылают негатив они хотят чтобы мы и боялись поэтому эти расклады они прежде всего избавляют от страха и от врагов а здесь колода зеленая зеленая лесная мальфарка кто не знает я сама из канады ванкувер живу на пушки леса и мы с вами будем избавляться от негатива короля жезлов это может быть человек который узнаете прикидывается другом а на самом деле когда никого нет рядом и он один это человек вот замыслил что-то дурное нехорошее это может быть человек в доме даже вот из ваших домашних приближенных или же более глобально на работе например или же финансы там в общем вы знаете вы знаете о чем я правда более глобально или же очень-очень даже приватно кстати такой человек это может быть именно подселенец вурдалак такая сущность которая вмешает вам жить потому что залезла к вам в душу проникла бы не приглашали этого врага он проник итак кто желает вам провала я посмотрю теперь три кто завидует первое а кто ваши враги 2 и 3 кто же знает вам провала и то что я буду говорить не все должно с вами резонировать то то что резонирует а вам открывает тайны потому что вначале конечно нужно диагноз сделать как говорится если такая врачебная практика тот кто хорошо диагностирует хорошо лечит да как раз об этом и так первое кто завидует 2 кто посылает негатив и кто желает вам провала завидует вам но по карте луна это завидуют родственники луна то родственники завидуют да здесь какой-то родственник может проходить вторая карта кто враги посылает негатив эта карта звезда но здесь конечно тоже кстати зависть но враги именно люди которые боятся что вы умнее там счастливее что вы блистаете что вы красивее вот они хотят затмить вашу звезду погубить вашу звезду и третье кто желает вам провала ох здесь туз меча этого это четкий враг он просто точит ножи он просто замыслил недоброе и желает провала но тот кто вызывает вас вот на такую дуэль то есть он уже приготовил этот меч то есть аргументы которых какие-то аргументы но на факты он не рассчитывая только на аргументы но это человек который вами манипулирует потому что здесь он знаете спит и видит когда вы начнете его бояться а я добавлять буду по одной карте двойка жезлов чтобы разбираться больше в среднюю средний вариант королева меча и в третий вариант у нас здесь император интересно и так вот по первому там где кто то вам завидуют да я же сказала что домашние видите и здесь вот дом ваш домашний кто-то из домашних вам завидуют из семьи кто-то кто вхож в ваш дом да и это двойка жезлов но здесь эти то есть завидует вам человек который две сферы вашей жизни не дают жизни ему или ей это подклады всевозможные это всевозможные поселенцы сущности это проклятие какие-то это сглаз это сглаз и завидует тот кто вы знаете даже я бы сказала что вам когда выходите из дома нужно или прикреститься или как-то себя закрыть одежду можно заговорить украшение можно заговорить уже здесь я вижу сглаз вот потом кто здесь посылает по среднему варианту негатив звезда и королева меча но ты человек вас сам боится он боится что вы звезда он боится что вы успешнее удачливые талантливее здесь конечно зависть играет огромную роль и вы проходите как королева меча но вы можете этому негативу дать легко отпор сами император и туз меча может быть кто-то завидует вашим отношениями желает провала вашей паре вот вы с кем-то познакомились или вы может женаты замужем с кем-то живете или встречаетесь когда вы идете вместе да ну просто негатив очень сильно идет потому что желает вам именно провала провала вашей личной жизни провал провала вашей паре кстати император иногда говорит о финансах вот кто-то кому-то не нравится что-то касательно вот ваших покупок нас лишь тебе что-то купили новое и ну видно что у вас что то есть здесь конечно император проходит как достаток именно уже желает провала в ваших финансов достатке или в карьере например вашем мужчине император может проходить как ваш мужчина или ваш ребенок да вот желает провала да они хотят чтоб вам повезло чтоб у вас было все хорошо до желает провала и так о чем вам нужно знать сейчас еще но тройка чаш понимаете сами да ну на три врага есть три ангела но вот все понятно что внутри ангела которого защищает здесь фраг не пройдет никак ой двойка чаш то еще лучше карта вот смотрите если я говорила на эту тему то здесь и в отношениях у вас будет все хорошо и полные чаши любви взаимопонимания но это конечно протекция защита от ваших ангелов родовых кураторов двойка чаш это когда у вас жизнь удалась знаете когда его сыдом есть и быт налажен и есть любимые люди у вас все хорошо и если вы в разлуке где-то живетесь разъехал разъехались по причинам не от вас зависящим то здесь я вижу встреча вы будете успешные богатые благополучны вот и враг ничего не сделает вам до рыцари чаш видите как эти как вот вот именно этот расклад он является очистителем рыцари они приносят новости рыцарь любви это защитник заступник это конечно когда у вас вот знаете в чаше это благополучие это какие-то радости в этой чаше любовь тепло отношений рыцари они сводят вас вместе сводят вас вместе чтобы вы встретились чтобы вы жили хорошо вместе чтобы деньги денег было больше знаете сейчас такое время что иногда жить нужно вдвоем чтобы даже знаете извините за такую прямоту и простоту две зарплаты и уже можно выжить потому что сейчас всем выжить очень трудно две зарплаты уже можно как-то выжить вот так что двойка пентакли два источника дохода несмотря на проделки врагов то есть враги они если все если мы их не боимся то на самом деле тогда когда они желают нам провала они заговаривают вселенную на то чтобы наоборот у нас был достаток ну чтобы марш никто не отменял но увидите так и сказала нас hunна словах бумеранг канич никто не отменяла вышла карта раз 100 раз рухи разлуки и безденежья у врагов надо померанг врагом вы понимаете когда карты вот вы понимаете до на слова бумеранг никто они мне не отменял вышла карта разрухи и безденежья у врагов вот так а у вас сила а вы пребываете в силе а вы пребываете в достатке вы вы наполняетесь здоровьем радостями финансов все прекрасно знаете здесь вот такая мудрая мудрая женщина сейч да когда вы знаете алгоритм вы знаете алгоритм счастья вы сядете в эту лодочку по шестерке меча и уплывете в тихую гавань кто из вас беженец сейчас это тихая гавань для вас да это трудно дата новый язык до новая культура все холодное неизвестное тем более что у вас все не устроено в жизни но это тихая гавань для вас где в будущем вы очень хорошо устроитесь я вам гарантирую это вот напишите мне потом благодарность может я вас я под ободрила вас до помогла вам ну вот тот кто точил ножи сам на эти ночи мечи и напоролся тот кто тащил мочит мечи вы знаете о чем я да да враги конечно и завистников очень много те кто хотят ждут вашего провала да ну точно ножи это король меча это тот который вот явился первой причиной причиной того что вам пришлось пройти через эти трудности король меча явился первопричиной да но сейчас вот знаете несмотря на трудности вот именно из-за того что трудности вам нужно было начинать с нуля вам нужно было как-то как-то себя ну или детей о себе заботиться о детях вы нашли себя вы нашли свой талант вы нашли с вашу ваше предназначение буквально потому что здесь вы сами видите леса да это идти своим путем ребенок это что-то новое новые деньги новое свое предназначение вы нашли но у каждого по-разному проиграется мои дорогие ловите свои моменты теперь мир очень очень сложные он очень разделенный весь ее да мы идем к новому миру и особенно русскоязычный мир который по всему миру он очень очень сложно очень разделенный поэтому я даю варианты вы уж меня извините каждый выбирает свои варианты и стреляет в пианиста то есть меня который дает разные варианты потому что я хочу чтобы мои слушатели вышли из сложного положения а те кто сейчас в особо сложном положении которые потеряли все их разрушился их дом все представление жизни пришлось скитаться по цвету как мне в свое время я вас понимаю лучше всех что я то все прошло я вас обнимаю я знаю что мы все должны быть эмпатами и вам помогать в первую очередь у вас все наладится все будет хорошо высшие силы с вами но мы с вами непременно увидимся скоро